слава богу слава иисусу христу слава иисусу христу слава навеки богу святому и ни в ком другом нет спасения дамы и господа братья и сестры нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которыми которым мы спасены которым спасаемся имя христа иисуса возвеличено и прославлено аллилуйя слава тебе господи слава тебе доброе утро всем братья и сестры доброго ранку молим все кто сейчас подсоединяется присоединяется к этому эфиру аллилуйя аллилуйя да приветствую приветствую всех слава богу вот и возлюбленные место из писания сегодня хочу это провозгласить это откровение 11 12 глава извиняюсь откровение 12 глава 11 стих они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти это как раз о победе над дьяволом над древним тем змеем аллилуйя вот сегодня во сне ночью такие получил откровение очень интересное откровение я вам скажу может даже скажу вот и действительно о сражении великом сражение вот я прочту здесь из книги откровений просто а жене в пустыне говорится здесь в 12 главе войне на небе михаил и ангелы его воевали против дракона и дракон и ангелы его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них места на небе и и низвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаною обольщающий всю вселенную низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним вот это вот эта война описывается здесь вообще интересно а в книге откровений да там описывается то что было то что есть и то что будет вот и уникально что порой это все так замысловато переплетается знаете в чем-то европейское мышление она ну проще вот есть прошлое начало да вот есть прошлое есть настоящее да вот сегодняшние да и будущее и как бы все так в основном чередом как бы все даже если описывается допустим летописцами то обычно все описывается одну по очереди почему по череде своей столетия за столетием там эпоха за эпохой вот но на востоке все по-другому там другое мышление вот западное мышление больше напоминает вот мужское мышление как ну вот как вот как принято считать да большинство мужчин мышление вот это вот начало конец вот все должно быть так вот логично постепенно вот как бы и поэтапно значит все разъяснено должно быть юридически вот грамотно все должно быть и в общем то ну точность западное мышление но такое да восточное мышление но больше напоминает женское мышление как вот ну как принято тоже считать ну ведь большинство женщина вот таким образом мыслит это не просто отдельное что-то а сразу все сразу все и и больше даже для восточных там летописи восточных там допустим сочинений в частности для библии написанной израилем написано написано евреями и для евреев собственно вот и слава богу что эти еврейские писания сегодня открыто для всех нас пророческие писания вот и апостолы писали послание свои да еврейские апостолы писали послание свои для всех народов уже слава богу но все равно вот это вот другое мировоззрение там больше душевная будем так говорить больше не логика вот сразу порой обо всем и ветхому в новом заветах порой встречается особенно в новом завете особенно в книге откровений сразу обо всем порой не знаю в одном абзаце сразу и говорится о прошлом и тут же о будущем вот и о настоящем вот и так все переплетено что попытка западного богослова осмыслить писания библейские писания да они как бы вот именно с позиции западного человека они заранее обречены на неудачу просто просто поэтому и когда библия она стала для западного мышления открыта да то огромное количество разных есть тоже там будем так говорить ересей таких и чтобы библию понять правильно нужно читать ее глазами еврея надо читать библию глазами души глазами сердца вот и здесь рассказывается вот в этом в этом эпизоде допустим да сразу и о церкви в этой главе рассказывается и о прошлом и о настоящем и о будущем и даже о том прошлом которого мы вообще не могли ли никак даже видеть вообще то есть даже то прошлое которое было до творения того что мы сейчас видим вокруг нас вот то есть то есть описывается то что было до того до как начался мир пять тысяч семьсот семьдесят девять лет назад с половиной и до того еще но от этого картина она более колоритно более живописно скажу так более живописно лариса пишет благословенного дня всем вам братья и сестры аллилуйя аллилуйя да такой у нас предпасхальный эфир вот сегодня завтра тоже утром и уже завтра вечером значит уже пасхальный эфир собственно пасхальный эфир вот сегодня вечером предпасхальный еще эфир а завтра уже вечером уже пасхальный эфир в этом году пасха календарная выпадает на 19 апреля вот и начало 14 ниссана мы отметим как раз таким пасхальным эфиром уже и пасхальным служением даже собранием спасибо тебе господь и говорится о войне о великом сражение о победе михаила и ангелов его против дракона над драконом и его ангелами и вот они упали насчет написано и так 12 глава вот и так веселитесь осем небеса а нет нет я аж еще извиняюсь 10 10 стих и услышал я громкий голос говорящий говорящий на небе ныне настало спасение и сила и царство бога нашего и власть христа его потому что низвержен клеветник братья наших клеветавший на них пред богом нашим день и ночь и дальше вот этот стих собственно вот они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души свои даже до смерти и и дальше 12 стих и так веселитесь небеса и обитающие на них но дальше вот для людей горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная что немного ему осталось остается времени вот так вот друзья вот и великое сражение вот и дальше там в семнадцатом стихе и рассверепел дракон на жену и пошел чтобы вступить в брань с прочими от семени и и сохраняющими заповеди божьи имеющими свидетельство иисуса христа да вот сражение описывается с одной стороны вот на небесах в небесах да то есть вот в духовном мире будем договорить сражение в ином измерении проще говоря великая война вот и здесь же описывается война уже как здесь на земле происходящее вот и нам даем даны оружия оружие против врага господь безоружными свою церковь не оставил вот и как вот на небе ангел воевали да михаил и ангелы его воевали против дракона древнего против дьявола вот так и здесь на земле в этом временном мире в этом временном измерении он мы тоже воюем и нам даны оружие что же за оружие нам дано кровь иисуса христа в первых они победили его кровью иисуса христа второе это слово свидетельство нашего да вот слово свидетельство свидетельство конечно здесь многие понимают идет речь о том чтобы свидетельство о том что бог сделал в твоей жизни это тоже верно это тоже верно тоже правда и я не отрицаю ни в коем разе вот подобное толкование наоборот даже я поддерживаю и часто сам применяю подобный прием и в общем-то проповеднический но в контексте имеется ввиду не просто свидетельство наше это не просто даже рассказ о том что бог сделал нашей жизни это как бы упрощенное представление такое на суть этого оружия здесь гораздо все серьезней здесь имеется ввиду свидетельство иисуса христа в первую очередь свидетельство наше которое нам бог дал наше свидетельство мое свидетельство о том что иисус есть христос сын божий спаситель мой господь целитель и я возвещаю смерть господню это мое свидетельство это мое возвещение вот и я действительно хвалящийся хвалюсь господом вот и конечно я говорю о том что бог сделал моей жизни я тоже слово свидетельство вот в таком отношении тоже употребляю и говорю безусловно но в первую очередь слово свидетельство это как раз именно слова слова возвещение всему миру возвещение смерти господа иисуса христа возвещение евангелия возвещение того что это мое свидетельство оно внутри меня оно внутри меня оно живет во мне это слово божье вот и то что имею то и даю то и несу я и третье что в этом сражении важно и не возлюбили души своей даже до смерти вот кого-то пугает надпись завершение этого стиха 11 кого-то наоборот радует ну по-разному люди реагируют но сейчас я скажу пример такой но если вот те древние войны до брать ну сейчас тоже война конечно это страшная вещь еще какая страшная вещь вообще сейчас такие оружие что упаси господь но в древности вот в те времена рубились там мечами там палецами бились значит там значит копьями кололись то есть противник был всегда перед тобой перед твоим лицом вот сейчас допустим даже большинстве своем люди на войне там убивая друг друга не видят глаза друг друга не видят лицо друг друга ну за редким исключением вот а если брать там допустим там какие-то ракетные войска там допустим да там артиллерии допустим стреляет допустим там он он не видит вообще что там происходит он не видит какой ужас там происходит он но он знает он как бы догадывается но прекрасно понимает порой но он не видит и И вот это позволяет неведение такое осмысленное, сознательное, оно позволяет быть очень кровожадным человеку. И в древности так нельзя было взять и кого-то на расстояние убивать. Можно было, но в основном люди убивали друг друга на войне в виде друг друга. И глаза в глаза, как говорится. И когда воспитывали воинов, именно как воинов, то какое первое такое важное условие было для воина? Именно для его успеха, что ли. Это не просто даже оружие. Можно было солдата физически накачать человека. Дать ему хороший меч, хороший щит, доспехи хорошие, дорогие, все кованые, кольчугу, все у него есть. Но все равно он еще не воин. Даже с большими мышцами и даже с хорошими мечами, с хорошим оружием, он еще не воин. Поэтому первые две части этого стиха, о крови Христа, говорится, и о слове свидетельства, это оружие. Но дальше, собственно, самое главное, если честно. Как и в жизни солдата, воина, можно давать ему там хорошие мечи, там хорошее оружие, там вот в древности там смотришь, как там порой там показывают в реконструкциях, допустим. Вот я в Великом Новгороде был на реконструкциях, смотрел там, там отец Владимир как раз занимается реконструкциями такими. Вот, значит, и там кольчуги они вяжут, или как там они там, ну делают кольчуги эти, значит, щиты, копья, там музей там у них там, так интересно. Ну, древняя земля, древние интересы к истории там у очень многих. Вот, они там одеваются, значит, так как рыцари эти там какие-то показы показывают, там у них там лучно-арбалетный тир какой-то там, ну, интересно, туристов много там, значит. И вы знаете, интересно, что когда есть оружие, да, у воина, и сам воин физически уже накачан, но самое главное не это. Он все равно проиграет, если в нем не будет вот воинского духа этого. А воинский дух, как это попроще объяснить-то? Короче, это, если солдат, если он идет в бой, да, то он должен быть уже как мертвый. То есть, он, ну, и самые страшные бойцы там, значит, вот эти вот древности, допустим, войны. Вот, это были те, которые шли на сражение, вот, как будто мертвые уже. Вот, кстати, казачество украинское, почему его боялись? Я, кстати, был в музеях, и в том числе в Западной Украине, где там, забыл я, какой-то замок там, был в музее большом. Вот, значит, и даже показывали, вот там много, целый стеллаж этих таких трубок курительных, которые казаки курили. Чтобы, значит, вот, шалом, дети любви, все преодолеем, осознавая, что Бог любит нас, а все остальное не важно. Аминь, аминь. Вот, и эти казаки, они курили эти смеси специально, значит, что, значит, чтобы не думать о смерти, вот, и чтобы быть уже как будто мертвый. Интересно, наша победа не просто оружие, а действительно наша смерть. Вот, как написано здесь, не возлюбили души свои даже до смерти. То есть, если человек, он действительно уже все, не возлюбил души свои даже до смерти, то есть, моя жизнь, это уже не моя жизнь, моя жизнь, это жизнь Господня, то ты будешь победителем. И имея это оружие, но даже если ты имеешь оружие, кровь Христа и слово свидетельство имеешь, но ты не имеешь этого, вот, ты еще любишь душу свою, свою жизнь, себя, и ты не хочешь умирать, вот, то ты проиграешь. Обязательно проиграешь. У тебя нет шансов просто на победу. Значит, должен понимать, верующий человек, что моя победа, это в смерти Господа, все. Я умер, Христос умер, и я умер вместе с Ним, все. Он воскрес, и я воскрес. То есть, моя жизнь, она всецело Ему принадлежит. Она, моя жизнь, все мое, и вся моя жизнь, она всецело моему Господу принадлежит. И я уже не свой, я куплен дорогою ценой, и я уже не себе принадлежу. Я принадлежу моему возлюбленному, моему Господу, Иисусу Христу. Вот, и поэтому для победы христианского воина, да, первое, это его оружие, во второе, его настрой. Вот, победили кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей, даже до смерти. Вот, поэтому даже тысячи и тысячи мучеников христианской эры, за два тысячелетия было великое множество людей убито за Христа, а в наши годы еще больше. Вот, помните, я давал такое сравнение как-то, кто помнит мои семинары, лекции, вот, и как-то на утренних транспляциях тоже я вспоминал на днях буквально, и на вечерних тоже. Вспоминал Билли Грэма, добрым словом, царство невестное уже, человек уже ушел в вечность, уже Билли, и вот, значит, и он давал очень красивые сравнения, очень интересные сравнения. Он сказал, что за последних 30-40 лет, ну, 40 лет примерно, 20-го столетия, обратилась к Богу, приняла Иисуса Христа своим Спасителем, Господом, и приняла крещение в согласии со своей верою, добровольно, не по принуждению, добровольно, как обещание служения Богу доброй совести, примерно столько же людей, сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую. То есть, 19,5 столетий вместе взятых не сравнится с последними 40-ка годами, допустим, 20-го столетия. То есть, это удивительно, мы живем в удивительной эпоху. Но первые десятилетия уже 21-го столетия, сейчас уже 19-й год уже, уже почти 20 лет уже прошло, вот, значит, уже начало 20-го столетия мы живем, да, 21-го столетия. И вот, ну, первые десятилетия, или 15 лет, не помню, 10 лет, по-моему, первые десятилетия, могу ошибиться сейчас, по-моему, первые 10 лет, 21-го столетия, славой своей превзошли все два тысячелетия. Что последних 10 лет больше приняло Христа и крещение больше было в мире, во всем мире, братья, славой, чем за два тысячелетия вместе взятых. То есть, мы живем в то время, когда просто в прогрессии растет тело Христа, множество душ обращается, особенно вот Африка, африканский черный континент, Латинская Америка, Индокитай, просто потрясается, сотрясается вот такими огромными пробуждениями духовными. Вот, недаром сейчас коммунистический Китай, он как дракон рассверепел, значит, и обрушился гонениями на святых, верующих разных конфессий, разных динаминаций. И, знаете ли, в других странах многих мира сегодня, в Северной Корее дракон свирепеет, вот, и убивает святых, вот, значит, в странах арабского мира христиан многих, евангелистов убивают, значит, и, понимаете ли, по поводу гонений то же самое сравнение, что в 20-м столетии, за 100 лет, 20-е столетие взять, приняло мученическую кончину за Христа примерно столько же людей, сколько за 19 столетий предыдущих, вместе взятых. Вот такое сравнение, то есть за Христа мучеников было даже больше в 20-м столетии, чем за 19 столетий вместе взятых. Вот, и что позволяет мученикам доблестно проходить мучения? Что позволяет вообще христианину, любому христианину в свободном мире или там, где гонят нас, неважно, там, где хвалят или ругают, значит, в богатой стране или в бедной стране, вот, при скудости и при изобилии, что позволяет христианину пройти доблестно свой путь христианский? Вот, вот эти вещи как раз. И в первую очередь настрой, конечно, вот этот настрой, что да, моя жизнь, она всецело его. Моя жизнь, она уже не моя жизнь, она принадлежит ему, моему Господу Спасителю. То есть мы должны разуметь, я это объясняю и для себя самого говорю, что мое оружие как христианина, это, во-первых, кровь Иисуса Христа. Да, аллилуйя, кровь Иисуса Христа, потому я провозглашаю кровь Иисуса Христа, силу крови Иисуса Христа. Это удивительное оружие, удивительнейшее оружие. Даже в руках самого неопытного человека это непобедимое оружие, это просто оружие победы. Вот, и второе, это слово свидетельства нашего. Наше слово свидетельства, я напоминаю, да, это свидетельство Иисуса Христа. Это в первую очередь свидетельство возвещения смерти Господа Иисуса Христа, этому миру. Возвещение победы Иисуса Христа, возвещение Евангелия Царства. И третье слагаемое нашей победы, победоносной жизни верующего, это не возлюбить души своей даже до смерти. Понимать, что все, я умер, моей жизни уже нет, моя жизнь всецело принадлежит моему Господу. Если эти все три компонента есть, то мы победители во Христе Иисусе. И побеждаем мы действительно любовью нашего Господа, силой нашего Господа, не своей силой. Спасибо тебе Господь, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Царь. И вот сегодня в таком предпасхальном утреннем таком настроении, вот я молюсь и молюсь, принимая причастие, снова Евхаристию, хлебопреломление. У меня здесь хлеб есть, лепешка такая, вот и беру я хлеб, вот и благодарю Бога Всемогущего за победу Его, за спасение, за жизнь вечную. Спасибо тебе Господь. Как тогда, 3331 год тому назад, когда выводил Он нас на свободу, то вскоре показал Он правду свою. Правда Его в том, что по-настоящему быть свободным человеком, это быть рабом Господу. Это быть в Его подданстве, быть частью Его семьи. Удивительно, то есть, быв рабами фараона, мы стали рабами Бога. Бога усыновления. Были сынами фараона, можно так выразиться, да, теперь сыны Божьи. Вот, и часть были царства тьмы, частью стали царства света. Спасибо тебе Господь за все. Благословен ты Бог наш. Кровь Иисуса Христа. Свобода через кровь Христа, спасенье через кровь Христа, исцеленье через кровь Христа, победа через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены, дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасенье, спасенье через кровь Христа. Победа через кровь Христа, спасенье через кровь Христа. Исцеленье через кровь Христа, спасенье через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены Дух, душа и тело совершенно спасены Есть совершенное спасенье, спасенье через кровь Христа Силы тьмы трепещут, они побеждены Дух, душа и тело совершенно спасены Есть совершенное спасение Спасение через кровь Христа Амилуя Спасибо тебе, Господь Во имя Иисуса Христа, Господа Спасителя Благодарю тебя за все Благодарю тебя за победу твою Благодарю тебя за спасение твое Исцеление твое, освобождение твое Через кровь Иисуса Христа, Господа и Спасителя Аллилуйя Благодарю Тебя за эти оружия наши Мы победили лукавого Побеждаем врага кровью агнца И словом свидетельства своего И не возлюбили души своей даже до смерти Спасибо Тебе, Господь Спасибо Тебе, Господь Итак, веселитесь с небеса и обитающие на них О, Господь, спасибо Тебе, спасибо Горе тем, кто думает о земном Кто мыслит о земном Кто живет в земле и на море Сошел дьявол, потому что Знает, что немного ему осталось времени Но исход есть сегодня Всем жителям земли Всем землянам сегодня Великий такой шалом Божий Великое послание любви Спасения Обрести жизнь через Иисуса Христа Всякий, кто призовет имя Господне Спасется Аллилуйя Спасибо Тебе, Господь Спасибо Тебе, Господь За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую Благодарю Благодарю Тебя, Отец Мой Бог, мой Царь, мой Папочка Мой Иегова Творец неба и земли Благодарю Благодарю Тебя, Иисус Христос Спаситель мой Господь мой, Царь мой Брат мой, Друг мой Владыка мой Благодарю О, Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель мой За все я благодарю Я Тебя, Господь, люблю Я Тебя, мой Бог, люблю И за все благодарю За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую Тебя, мой Бог, я люблю Тебя, Господь, мой Бог, люблю За все Тебя благодарю Я Тебя, Господь, люблю И за все благодарю Аллилуйя За спасение За исцеление Освобождение Исцеление Благодарю Благодарю Тебя, мой Царь Бог мой, Спаситель мой Благодарю Спаситель мой Иисус Христос Благодарю Благодарю О, Дух Святой О, Дух Святой Утешитель мой Благодарю 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 Я Тебя, Господь Благодарю 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 Аминь, 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 аминь. Да, спасен, исстрен кровью Христа. Аминь. Аминь, 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 аминь. Славлю Тебя, благоставляю великое имя Твое. Аминь. Аминь. Аляхаим. Аляхаим. За жизнь. спасибо тебе господь спасибо спасибо я спасен навеки навсегда через кровь иисуса христа мое слово свидетельства это смерть господа иисуса за весь мир это великую любовь бог доказал свою любовь к нам отдав сына своего за нас эту смерть я возвещаю всей вселенной ныне в этом жизнь моя в этом слава божия нет уже моей личной жизни есть божья жизнь спасибо тебе господь спасибо аминь шалом привет и стулы да тулякам привет всем вот благоставляю всех благоставляю свой дом сейчас благоставляю супругу свою драгоценную ину сергеевну благоставляю детишек наших до зятя нашего внуков наших благоставляю котов наших все наше благоставляю вот и знаю что кровь иисуса христа агнца божьего она на косяках нашего дома на косяках наших сердец на косяках моего сердца моего сознания подсознания на моей жизни всей потому что моей жизни уже нет есть жизнь господа все я уже себе не принадлежу я принадлежу моему господу спасителю спасибо тебе господь за все спасибо за приближающийся календарную пасху которую будем отмечать уже три тысячи триста тридцать первый раз боже но наипаче благодарю тебя за то что наша пасха ныне это сам христос иисус и это каждодневное празднование это каждый день праздник спасибо тебе господь спасибо тебе за все благословен господь благоставляю вас братики сестрички дочечки и сыночки нашего возлюбленного папочки а вы великое имя его благословен бог наш благословенное имя его баруха шем благоставляю вас священническим благословением возлюбленные братья сестры приготовляем свои сердца к празднованию пасхи сегодня уже двенадцатое утро утро двенадцатое число месяца ниссана сюда сегодня 17 апреля девятнадцатого года по гражданскому календарю о библейском исчисления сегодня 12 уже число завтра 13 а после завтра уже 14 уже 14 ниссана полнолуние поэтому уже завтра вечером проведем уже пасхальные уже такое служение сегодня вечером еще предпасхальный будет еще будет предпасхальный последний будет сегодня вечером предпасхальная беседа предпасхальная встреча такая, вот, а завтра уже будет посвящено Пасхе потому что завтра вечером уже начинается 14-е Несана, уже Пасха Пасха в этом году выпадает на 19-е апреля, вот 19-е апреля, 14-е Несана Пусть Бог благоставит вас всех во имя Господне во имя Иисуса Христа Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом не спасение, дамы и господа братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым одвижало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся Слава Христу Пусть Бог благоставит вас всех Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия Мир всем вам и благодать да умножится В познании Господа Иисуса Христа Роман благословит Господь Аминь Слава Всего наложит Богу Единому Аминь Так что сегодня вечером Последняя предпасхальная Будет предпасхальная Такая беседа Навстречу Пасхе назвал я Эти беседы Вот Завтра утром Потом А завтра вечером уже Да, уже пасхальная будет Пусть Бог благоставит вас Пусть С наших сердец Уйдет весь Ну Все лукавство Вот Наши сердца Пусть будут Мацой Праведный Пусть Бог из кулича нашей греховности Сделает Мацу своей праведности Аллилуйя Спасибо тебе Господь Бог Святой Аминь Аллилуйя